Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. Как видите, у меня за спиной на столике стоит куча средств. А значит мы сегодня поговорим о моих опобках и новинках в декоративной и уходовой косметике. И первое, о чем бы я хотела поговорить, это моя любовь. То, чем я пользуюсь каждый день и реально мне очень стыдно, что я вас ранее с этим не познакомила и это не показала в видео. В общем, это тени Maybelline Color Tattoo. Вы скажете, боже мой, я же недавно об этом говорила и говорила, что я их ненавижу. Но у них вышла новая линейка с натуральными оттенками. То, что я очень долго искала, это кремовые тени, которые в цвет кожи и перекрывают отлично эти вот сосудики на глазах, при этом препятствуя жирности век. И наконец-то Color Tattoo завезли нам в нормальных человеческих оттенках, потому что до этого это был полный дрышак, какие-то золотые, ярко-зеленые тени. Вот эти, которые мои Таупауэ, которые вообще для бровей я использую. В общем, я не знаю, почему нам все время приводят то, что явно не подойдет к натуральному макияжу. Так вот, возвращаемся к теням. Как вы помните, ранее я говорила, что Color Tattoo у меня не держится на веках, оно скатывается. И почему от них все в восторге, я раньше вообще не понимала. Но, когда появились новые оттенки, они, видимо, изменили формулу. И я еще подозреваю, что просто они с нормальными сроками годности. Потому что в прошлый раз, когда я брала свои такие же серые тени, они были намного суше. Сейчас это более кремовая текстура. То есть, когда вы дотрагиваетесь пальчиком к теням, они сразу же тают. И такое чувство, что вы вводите подушечкой по сливочному маслу. За счет этого они очень хорошо переносятся на веки. За счет оттенок теней у меня называется Cream de Rose номер 91. И это вот такой вот бежевый с розовым подтоном. Я использую эти тени каждый день. Они мне не скатываются, как были с предыдущими Color Tattoo. Я их могу использовать как базу под любые другие сухие тени. Пока для меня это идеальная текстура, идеальная стойкость и идеальный цвет. Ищите пока еще с первых партий, она еще свежая и нормального качества. Ну что, я купила себе новую тушь. И честно скажу, это была моя последняя попытка с тушами от L'Oreal. Потому что, я не знаю, что вообще происходит. Помните, у меня был видео обзор на эту тушь. Там, где я говорила, что я просто влюблена в нее. И ничего лучше я в жизни своей не пробовала. Так вот, к нам или начали завозить подделки. Или L'Oreal там что-то мудрить с формулой. Короче, когда у меня закончилась та тушь, от которой я была в восторге. Я действительно захотела повторить. И в ближайшем магазине я купила себе опять же So Couture. Вот эту вот фиолетовую, их старую версию. И блин, я была в шоке. Мало того, что она была без запаха. Хотя, как бы, отличительной чертой этой туши всегда был ее запах. Она совсем по-другому ложилась на ресницы. Она была очень жидкой. Она практически ничего не делала, кроме разделения. И она была не фиксирующейся. То есть, если первая, которая купила тушь, она держала абсолютно идеальный изгиб ресниц на протяжении нескольких дней. И да, я это проверяла. То моя вторая была абсолютно другая. Конечно, упаковка все один в один. Но это совсем разные продукты. В общем, я сделала для спе-вывода, что, скорее всего, мне попалась подделка, потому что я покупала в другом магазине. Что вы думаете? Недавно я пошла в тот же магазин, где я покупала первую свою версию и купила третью упаковку туши. Я думаю, боже мой, хоть бы она была такая, как и первая. В общем, я ее открываю. И она без запаха. И опять с той непонятной жуткой консистенцией. Я не знаю, напишите мне в комментариях, заметили ли вы то, что нам поменяли по ходу тушь на реаль. Всю она уже вообще не та. Может, вы нашли какую-то альтернативу. Потому что я очень скучаю по предыдущей первой версии. С декоративки это все. Переходим к уходу. И я, как вы знаете, люблю закупаться сразу уходовыми средствами оптом. То есть я стараюсь все закончить в один момент, чтобы сразу скупить все, что мне нужно для ухода новенькое. То есть начать с чистого листа. И вот эти вот все средства, скорее всего, увидели у меня уже в фотке в инстаграме. И если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Жду вас в инстаграме. Так вот, с ухода за волосами у меня появились два продукта. Это вот такой вот шампунь, очень бюджетный от Гарния, который называется восстановление питания. Их версия с авокадо. Я была раньше в восторге от маски для волос вот этой вот линейки. Решила попробовать шампунь. Я говорила о том, что я обожаю шампуни Даф и Пантин. Но в связи с тем, что волосы, как вы знаете, очень привыкают к одним и тем же средствам, я решила купить мегабюджетный шампунь, который я просто буду чередовать. И этот трюн действительно помогает волосам выглядеть чище и лучше. Так вот, вот этой шампунью нельзя пользоваться больше трех или четырех раз подряд. Иначе на четвертый раз у вас будет такое ощущение, что вы вообще забыли то ли нанести шампунь, то ли вы вообще не помыли голову. Настолько волосы к ней быстро привыкают. Поэтому, как смена основного ухода, вполне неплохой вариант. И мне, кстати, нравится очень запах. От Горни у меня еще появилась вот такая вот маска для волос, которая называется «Goodbye секущиеся кончики». Помните, я ей говорила, что мне понравилась их маска такая зеленая, на которой рост по всю силу. И говорила, что моя сестра это ненавидит. В общем, та же сестра мне посоветовала взять вот эту вот маску для волос. Сказала, боже мой, это самое лучшее, что только может быть. Ее очень сложно найти. Бери вот такую вот, как зубную пасту, чтобы она была в таком тюбике. И я такая, боже мой, я нашла ее. Наконец-то это будет идеал всей моей жизни. И что вы думаете? Она мне не подошла. Вот точно то же, что мне рассказывала сестра про ту маску, которая понравилась мне, произошло с вот этой маской. То есть она впитывалась и вообще ничего не происходило. Такое чувство, что она волосы не нанесла вообще ничего. Просто как будто набрала в ладонь воду и вылила, что-то там распределила. Смывать уже как бы нечего. Она не мыльная. То же самое могу сказать об эффекте, потому что расчесывается мне очень сложно. И знаете, о чем это говорит? О том, что любая маска для волос, она очень индивидуально подбирается. Даже двум разным людям одна и та же маска может категорически понравиться или не понравиться. Напишите мне в комментариях, пробовали вы эту маску и понравилась ли она вам. И с ухода за телом у меня появился вот такой вот гель для душа от DAV и молочко для тела от Johnson. И сейчас вы скажете, что-то я уже такое слышала. Да, я в прошлом видео говорила об этих продуктах, но они были другого запаха и другой линейки. На этот раз я взяла DAV сливочной ваниль и пион, он называется запах. Я не знаю, как DAV умудряется делать классные такие сочетания ароматов. Это не тривиальный там цветочный запах, цитрусовый запах, сладкий запах, фруктовый запах. Это соединение ароматов, которые реально очень запоминаются. Как будто вот реально это не гель для душа, а какой-то парфюм. По поводу молочка для тела. В прошлый раз я была в восторге от мультифруктовой серии. Сейчас я решила взять вот такого с экстрактом цветка граната. Тоже очень классно работает. Они одинаково, но аромат. Просто если предыдущий это был вкусный такой фреш с тропических фруктов, то это ваниль 100% с добавлением какого-то фруктового йогурта. Я вам советую, попробуйте. Это просто нечто. Сестра мне на Новый год подарила вот такой вот наборчик. Это спрей для тела и крем для рук. Это фирма English Home. Если вы знаете, есть у них целые магазинчики с всякими приколами для дома. Там постели продаются, всякие декоративные штуки. По-моему, даже посуда. Ну, в общем, она там умудрилась найти еще какую-то косметику. Посмотрите на эту упаковку крема для рук. Блин, это очень красиво. Крем очень классно пахнет и очень быстро впитывается. На руках остается запах довольно долго. Это мой must-have. Я его использую всегда перед тем, как лечь спать. Действительно очень круто ухаживаясь за руками. И уже на утро вы в шоке от вот этой вот мягкости. По поводу спрея для тела, честно говоря, я в шоке от его стойкости. Потому что у меня до этого уже были подобные продукты, но они мне поветривались через минут 20 после нанесения. Вот это держится до утра. Я использую его после душа. Наношу на чистую кожу, на область шеи, здесь там на волосы. Просто мне очень нравится такой окутывающий запах. Он определенно цветочный. Там действительно напоминает какой-то парфюм. И вы не удивляйтесь, что это у меня с помпочкой. У меня она постоянно залазит в крышку. Для ухода за лицом из моих не совсем новинок. Это Биодерма. 100 миллионная моя банка. И абсолютная новинка. Это называется Даниэль Ларош. Это сыворотка на основе гиалуроновой кислоты. Одно время я начала разбираться, что же это такое. Что делает эта гиалуроновая кислота. И почему все от нее так в восторге. На самом деле я почему-то думала, что это что-то химозное. Это то, что используют косметологи. Им накачивают губы. И все, что я знала об этой кислоте. Потом я насчиталась много информации. Посмотрела много видео. И в итоге я поняла, что в мои скоро уже 27 лет надо немножко подумать о антиэйдж. Я наверное дня 4 не могла выбрать, какой же продукт мне купить. Это будет сыворотка или чистая гиалуроновая кислота. Девочки в обзорах советовали одно средство. Но оно стоило, блин, тысячи и полторы. Я подумала, блин, а вдруг мне не подойдет. Надо пробовать что-то попроще. И максимально такое бережное, потому что моя кожа чувствительная. В итоге я зашла в ближайший Космо, который у меня был возле дома. И видела, что у них новинка. Вот эти вот Даниэль Ларош, целая линейка уходовой косметики. И именно вот эта вот сыворотка на основе гиалуроновой кислоты стоит на скидке. В общем, полная цена у нее 360 гривен. Я купила ее за 310 где-то так. Причем в объеме 50 миллилитров. Это действительно очень много. Это израильская косметика, но в интернете почему-то я ее не нашла. Так вот, эта сыворотка очень легкой консистенции, которая первое время мне вызывала двойственное ощущение. Она слегка пощипывала кожу. Честно скажу, там супер-мега какой-то подтяжки я не заметила. Какие-то мимические морщинки как были возле глаз, там и остались. Но они стали менее выраженными. И вообще мне понравилось, что появился наконец-то тонус кожи. То есть это как бы легкая поддержка, но явно с морщинами не справится. И еще одно замечание, если будете использовать, не делайте это постоянно. То есть дайте коже немножко отдыхать. Я использовала около двух недель, потом две недели, переходя на что-то другое. Если использовать постоянно, будут обсыпать. Итак, последнее средство, мое одно одиношенькое осталось. Это вот такой вот бальзам для рук, который называется Flexitol. Это очередная увлажнялка, которую мне подогнал брат. Я не знаю, что у него за фишка такая. В последнее время он постоянно мне что-то такое дарит. Может это намек, я не знаю. В общем, эта штука продается в аптеках. Она столько-то недешево, но работает очень классно. Это очень легкий крем, который вот реально заполняет все трещинки на руках. Вы когда вот только его распределяете, такое чувство, что это не ваша кожа. Настолько она мягкая, настолько она ровная. И даже если использовать один раз в неделю вот это вот на ночь, я думаю, это будет вам с головой вот так вот достаточно. При этом он не противный, он не липкий. Он не делает вот этот вот толстый ужасный слой, которому реально спать даже неприятно. Меня это средство спасало, когда у нас в феврале было минус 20, когда мои руки были похожи на какие-то терки, я не знаю. На этом все. Вот такое вот видео получилось у нас с покупками. Если вам было интересно и полезно, не забывайте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Напишите в комментариях, что у вас появилось нового в косметике. А я вас всех целую. И пока. Препятствую жирности век. Препятствия. Ну, здрасте. Вижу препятствия. Препятствия. Что в туалет пошел?